Если вселенная бесконечна, и даже если существует мультивселенная и самих вселенных бесконечное количество, значит ли это, что где-то еще существует копия Земли и даже точная копия вас? И может, даже этих копий бесконечное количество? Эта идея популярна в самых разных проявлениях массовой культуры. И в книгах, и в комиксах, в фильмах и сериалах, играх и даже песнях. Кто-то скажет, что при действительно бесконечной вселенной это естественно, и возможно это так. Но интересно, какой тут происходит скачок мысли от того, что пока Земля это единственное место во вселенной, где достоверно известна жизнь и сразу к существованию бесконечных копий нашей с вами планеты. Наверное, мысль о том, что где-то есть еще один ты и ты, чья жизнь немного отличается, не очень комфортная. И в чем-то даже пугающая. Но есть ли все же под ней какое-то основание? Что об этом говорит наука? И действительно ли ваши копии могут существовать? Интересно, что ответ не такой простой и имеет несколько уровней. Начиная с того, действительно ли вселенная бесконечна, и заканчивая мультивселенной, которой тоже может быть несколько типов. И это еще не все. Об этом сегодня и поговорим. Попробуем дать хотя бы приблизительные оценки того, как далеко находится ваша ближайшая копия, и сможете ли вы с ней встретиться, ну, если она существует. Ну, а я Андрей, и вы на канале Космос Просто. Вообще, у меня давно отлеживалась идея сделать такой ролик, но окончательно меня подтолкнул к этому вопрос от подписчика, и я решил поглубже закопаться в эту тему. И интересно, что тут очень много нюансов, и еще есть неоднозначные, и иногда даже противоречивые мнения. Давайте начнем с первого и интуитивного уровня, о котором, скорее всего, думают большинство людей, когда задаются этим вопросом. У нас есть вселенная, она бесконечна, а значит, рано или поздно там встретится ваша копия. И тут же возникает вопрос, а действительно ли вселенная бесконечная? Короткий ответ мы точно не знаем. Есть некоторые оценки и предположения, но, по сути, уже здесь нам приходится делать определенные допущения. Я уже не раз говорил, что с этим тесно связано то, какая у вселенной геометрия. Плоская ли вселенная, открытая или закрытая. О чем я раньше не говорил, это то, что даже если она плоская, она все равно может быть конечной. Давайте уточним, что все это значит. Напомню, что когда говорят о форме вселенной, в основном рассматривают три основные варианта. Говорят, что вселенная может быть плоской, открытой или закрытой. Геометрия вселенной или пространство-времени один из ключевых моментов в космологии. От того, какое пространство-время на самом деле, зависит и то, конечная ли вселенная, и ее окончательная судьба. Будет ли она бесконечно расширяться, или же наоборот схлопнется обратно. То, как трехмерное пространство может иметь какую-то конкретную форму, нам своим мозгом визуализировать проблематично. Поэтому мы пользуемся двухмерными аналогиями, чтобы было хотя бы какое-то интуитивное понимание, о чем идет речь, когда мы говорим о форме вселенной. Чаще всего, когда говорят о плоской форме, приводят аналогию вот с таким двухмерным, скажем так, листом. Хоть мы и не можем представить себе, как это выглядит в трехмерном пространстве, мы можем сделать вполне конкретные выводы, о которых я раньше тоже говорил. Две параллельные прямые в такой вселенной никогда не пересекаются. А если мы нарисуем в такой вселенной треугольник, сумма его углов всегда будет равняться 180 градусам. Если мы начинаем двигаться в такой вселенной в одну сторону, мы будем бесконечно удаляться от точки, из которой мы начали движение. Такая вселенная бесконечно расширяется. То есть, начиная с Большого Взрыва, она будет расти бесконечно. И она бесконечная. И еще раз, плоский лист — это лишь двухмерная аналогия. Я сейчас могу перемещаться вперед-назад, вправо-влево, вверх и вниз. Это вселенная, в которой мы живем. Если у меня отнять возможность перемещаться, скажем, вверх и вниз, я буду как бы жить на таком листе. В этой аналогии вселенная вот такая, только она не ограничена четырьмя сторонами, а бесконечно увеличивается во все стороны. И в этом варианте в реальности предполагается то же самое, только во всех направлениях. Еще вселенная может иметь открытую геометрию или иметь отрицательное искривление. Такую вселенную еще называют гиперболической. В качестве двухмерной аналогии предлагается вот такое, как бы, конское седло. Линии в одной области, являющиеся параллельными, однажды расходятся. Сумма углов в гигантском треугольнике меньше 180 градусов. В этом случае вселенная тоже, грубо говоря, бесконечная. А вот первые намеки на то, чтобы хотя бы гипотетически увидеть копию, возникают в закрытой вселенной, которая вроде бы как конечная. Правда, это не те копии, о которых мы говорили в начале. Речь идет о закрытой сферической геометрии. В противовес плоскому листу здесь у нас двухмерная поверхность сферы. Не шар со всеми точками внутри поверхности, а только точки, равноудаленные от центра. Правда, опять же, это лишь двухмерная аналогия. Главное, что в такой вселенной изначально параллельные линии однажды сойдутся в одной точке, а сумма углов огромного треугольника больше 180 градусов. Ну и еще такая геометрия приводит к тому, что, начав однажды двигаться в одном направлении, мы принципиально могли бы и в итоге вернуться в ту точку, откуда мы начали движение. Предположим, такая вселенная была бы очень маленького размера, скажем, 10 световых лет в поперечнике. Можно представить, что взглянув в очень мощный телескоп в определенном направлении, и если бы по линии длиной 10 световых лет нам бы ничто не преграждало обзор и путь фотоном, мы бы могли увидеть Землю такой, какой она была 10 лет назад. И где-то там ходил бы я 10-летней давности в свои 24. Правда, это не копия, а лишь фотоны, отраженные от Земли 10 лет назад. Ну и другое дело, что из-за особенности такой геометрии форма и размер того, что мы увидим, может быть неожиданной. На эту тему есть классная статья на английском с крутыми иллюстрациями. Ссылку оставлю в описании. Но Вселенная не 10 световых лет в поперечнике, и мы не видим ни копий Земли, ни вообще какого-либо участка космоса. Возможно потому, что Вселенная такая большая, что свет еще не успел вернуться, но более вероятно, потому что ее форма не закрытая и конечная. Но три формы, о которых я только что сказал, не единственные возможные варианты. Еще говорят, что Вселенная может быть плоской, но при этом конечной. Для этого она может быть, например, в форме трехмерного пончика. Но опять же у нас не получится представить себе поверхность трехмерного тора, поэтому тут снова используется двухмерная аналогия. В таком варианте, как и в случае с плоским листом, параллельные линии будут всегда параллельными, а не сходиться или расходиться. Однако такое пространство замыкается само в себя, и оно конечно. Двигаясь в одном направлении или в другом, мы вернемся в ту точку, откуда начали движение. Это будет касаться и света. Если бы мы жили на двухмерной поверхности, такого тора, и такая вселенная была бы достаточно маленькой, чтобы свет успевал бы к нам вернуться, то у него было бы множество кольцевых траекторий, по которым свет мог бы до нас добраться. И мы бы видели копии себя, и не только в разных направлениях. Но в трехмерном пространстве это визуализировать сложновато. Очевидно, что мы ничего такого не видим, и Вселенная не такая маленькая. Но будь Вселенная замкнутой, сама геометрия позволяла бы увидеть копию, а точнее изображение. Другое дело, ее реальный размер этого бы не позволил сделать на практике. Ну и теперь главное. Какая же Вселенная на самом деле, пока ученые не могут сказать со стопроцентной уверенностью. Но все же пока большинство данных указывает на то, что она такая, как в первом примере. Плоская и, вероятно, бесконечная. Хотя она может быть настолько большой, что в нашем локальном участке Вселенной мы никак не можем увидеть кривизны. И нам кажется, что она плоская, как лист, а на самом деле это замкнутая сфера. Тогда она, по некоторым оценкам, по крайней мере в 250 раз больше наблюдаемой части Вселенной. Но все же есть немалый шанс того, что она бесконечная. И тут уже не обойтись без мультивселенной хотя бы в каком-то ее проявлении. Я недавно делал выпуск о космических горизонтах и границах наблюдаемой Вселенной. Наблюдаемая Вселенная — это своеобразный пузырь, участок Вселенной с нами в центре, с радиусом примерно в 46,5 миллиардов световых лет. Мы, конечно, не в центре Вселенной, просто размер пузыря обузловлен тем, откуда свет успел дойти до нас с момента начала Вселенной, 13,8 миллиардов лет назад. Почему радиус наблюдаемой Вселенной больше 13,8 миллиардов световых лет, я тоже уже говорил. Но если коротко, виновата расширение Вселенной. Свет не просто добирается из точки А в точку Б, а делает это через постоянно расширяющееся пространство-время. Мы не знаем, что находится за горизонтом частиц, и сколько там еще Вселенной. Предположим, если бы вся Вселенная вдруг была бы ненамного больше нашей наблюдаемой Вселенной, то никаких копий Земли и нас во Вселенной бы не было. Слишком она была бы для этого маленькая. Поскольку существует предел в виде горизонта, и мы живем в ограниченном участке Вселенной, который хоть и увеличивается, но за границу которого мы никак не можем заглянуть, уже на этом этапе начинают говорить о мультивселенной. Известный космолог Макс Тегмарк, которого вы могли видеть в некоторых научно-популярных передачах, предложил классификацию, в которой есть 4 типа мультивселенных. Самый простой и наименее противоречивый тип это мультивселенная первого уровня. Мы живем в своем пузыре наблюдаемой Вселенной. Наш пузырь и его границы по большому счету обусловлены нами, наблюдателями в его центре. Если за ее пределами просто еще больше такой же расширяющейся Вселенной, то там скорее всего продолжается такая же Вселенная, с такими же законами физики и фундаментальными константами, с такими же галактиками, звездами и планетами. Если за пределами нашей наблюдаемой Вселенной, скажем, на расстоянии 100 миллиардов световых лет от нашего горизонта частиц, есть какой-то другой наблюдатель, то у него будет свой пузырь. Мы вроде бы существуем в одном пространстве, но мы существуем так далеко друг от друга, что у нас нет никакого способа хоть как-то взаимодействовать. Все равно, что мы живем в разных Вселенных. По большому счету, это равно то, о чем мы говорили в самом начале. Может ли в такой Вселенной встретиться наша копия? Чтобы понять саму идею, с какой стати вообще могут возникать копии, Макс Тегмарк в своей статье об уровнях мультивселенной предлагает следующее. Упростим нашу Вселенную до максимума. Сделаем ее двухмерной и представим, что в ней всего 4 частицы. Для такой Вселенной есть 16 возможных конфигураций того, как расположены эти частицы. Если в мультивселенной первого уровня больше 16 вселенных, значит дальше конфигурации частиц начнут повторяться, и начинают встречаться полные копии первой Вселенной. Ну а теперь просто переносим эту аналогию на нашу Вселенную и применяем к ней ту же логику. Другое дело, что она трехмерная, и частиц там чуть-чуть побольше. Вот баночка с цветными конфетами. Сейчас все конфеты расположены в ней определенным образом. Сколько раз мне придется трясти эту банку, чтобы все конфеты вернулись в точно такое же положение? Сложно представить. Ну а во Вселенной? По некоторым оценкам, в наблюдаемой Вселенной до 10 в 82 степени атомов. Это 1 и 82 нуля. Количество субоатомных частиц в статье Макса Тагмарка оценивается в 10 в 118 степени частиц. Конфеты в банке. Чтобы получить полную копию нашей наблюдаемой Вселенной, нужно, чтобы такое невообразимое количество частиц имело абсолютно такую же конфигурацию и полную историю взаимодействий с самого начала Вселенной на протяжении миллиардов лет. Интуитивно это кажется совершенно невозможным. И тем не менее, по идее, можно посчитать количество возможных конфигураций как для четырех, так и для такого количества частиц. А далее рассчитать, какой объем пространства нужен, чтобы конфигурация начала повторяться. В статье Макса Тагмарка дается оценка, что ваша идентичная копия должна встретиться во Вселенной через 10 в 10 в 28 степени метров. Если вы введете это значение в Google Калькулятор, он офигеет и скажет бесконечность. Хотя это, конечно, не бесконечность. Это настолько большое число, что невозможно даже вообразить. 10 в 10 в 10 степени это число с 10 миллиардами нулей, ну а 10 в 10 в 28 это число с 10 актилеонами нулей. А в световые годы я это даже не буду пытаться переводить. При таких значениях, что метры, что световые годы, несколько нулей туда, несколько нулей сюда. Ну а через 10 в 10 в 92 степени метров может быть сфера с радиусом в 100 световых лет идентичная нашей. А через 10 в 10 в 118 идентичная наблюдаемая Вселенная. Естественно, что это лишь грубые оценки. Но в любом случае, если и существует область Вселенной, сложившаяся в точно такую же, и там есть точная копия вас, это настолько невообразимые огромные расстояния, что максимум это годится для философских размышлений. Другое дело, что существует мнение, что такие копии не обязательно должны существовать. Казалось бы, первый уровень мультивселенной уже невозможно уложить в голове. Но это пока мы не переходим на второй уровень. Сегодня, если вы откроете практически любую подобную картинку с хронологией Большого Взрыва и Вселенной, вы увидите в самом начале этап инфляции. Вообще, об инфляции надо будет еще поговорить отдельно подробно, но на сегодняшний день это достаточно широко принятая концепция, которая помогает объяснить некоторые наблюдаемые свойства Вселенной и космологические проблемы. Если Вселенная продолжает расширяться до сих пор с самого ее начала, то в период инфляции она расширялась очень быстро, экспоненциально. Эпоха инфляции длилась лишь ничтожно малую долю секунды, примерно с 10 в минус 36 до 10 в минус 32 секунды после Большого Взрыва. И за этот кратчайший миг Вселенная выросла в триллионы триллионов раз и, возможно, даже больше. А потом инфляция прекратилась, и Вселенная продолжила расширяться, но уже гораздо медленнее. Но, возможно, вы уже спрашиваете, а при чем тут мультивселенная? Мультивселенная второго уровня подразумевает, если так можно сказать, бесконечную инфляцию. Да, я только что сказал, что она длилась лишь мгновение, но в этой концепции инфляция продолжается за пределами нашей Вселенной и была до ее начала. То есть это можно представить как гигантское пространство в постоянном состоянии инфляции. В некоторых областях гипотетическое инфлатонное поле, которое отвечает за инфляцию, ослабевает, и расширение замедляется. Образуется что-то вроде пузыря. Таким пузырем и является наша Вселенная. Она продолжает расширяться уже медленнее, в ней образуются звезды, галактики и так далее. И сам такой пузырь является бесконечно расширяющейся мультивселенной первого уровня, в которой находятся пузыри наблюдаемых Вселенных, как та, в которой мы живем. Пх... Таких пузырей много, возможно, бесконечно много, и разделены они совсем уж невообразимыми расстояниями, если об этом вообще имеет смысл говорить в данном контексте. Интересно, что в мультивселенных второго уровня могут быть совершенно разные условия. Иные физические константы и даже размерность. То есть там может быть не три пространственных макроизмерения, а больше. В нашей вселенной условия таковы, что в ней смогла образоваться жизнь, а другие могут быть совершенно непригодными для нее. Но в любом случае тут масштаб вселенной увеличивается еще больше. Правда, опять же, если в других мультивселенных и есть ваша копия, связаться с ней никак не получится, от слова совсем. К слову о копиях. Как я уже сказал, тут есть разные мнения на этот счет. В статье астрофизика и известного популяризатора науки Итана Сигеля на этот вопрос дается иной ответ. Ссылку на статью я тоже оставлю в описании, но если кратко, он приводит некоторые подсчеты и говорит, что число возможных взаимодействий частиц растет и стремится к бесконечности. Быстрее даже, чем появляются новые вселенные в мультивселенной второго типа. А значит, копий быть не должно. Но тут мы подходим уже к третьему типу мультивселенной, и тут начинаются квантовые дела. Речь идет о многомировой интерпретации квантовой механики. Ну, ролик и так получается достаточно большим, так что мы не будем тут копать глубоко, но суть примерно в следующем. Квантовая механика, описывающая наш мир на микроскопическом уровне, одна из самых успешных современных теорий. Она многократно подтверждается экспериментами, но в то же время вы наверняка слышали, что она странная. Один из базовых принципов квантовой механики — суперпозиция, который говорит о том, что квантовая система может существовать сразу в нескольких состояниях одновременно, и она принимает только одно конкретное состояние, когда мы производим измерения. Тут можно вспомнить известный мысленный эксперимент с котом Шрёдингера. Или еще одна аналогия в макромире — монетка, которая лежит одновременно и орлом, и решкой кверху, и решает, какой стороной кверху лежать, только когда мы на нее посмотрим. На нашем масштабе, конечно, это так не работает, это лишь аналогия. В реальности речь, например, идет об электроне. Пока мы на него не смотрим, он находится, например, как бы сразу во множестве возможных позиций. И, например, для атома водорода это выглядит так, а не так. Но когда мы на него смотрим, он принимает одно положение или состояние. Главное, что в классической интерпретации квантовой механики наблюдение фактически влияет на реальность, и у него есть особая роль, что звучит довольно странно. Поэтому некоторые ученые являются сторонниками многомировой интерпретации, согласно которой в момент квантового эксперимента, например, в момент наблюдения за электроном, происходит не коллапс волновой функции электрона, и электрон принимает одно конкретное состояние, а Вселенная разделяется на разные Вселенные, в которых электрон имеет разные состояния. То есть фактически создаются новые Вселенные. Не сказать, что это звучит менее странно. Один из сторонников этой идеи, известный космолог Шон Кэрролл, он говорит, что это не значит, что новая Вселенная возникает каждый раз, когда вы принимаете какое-то решение. Если вы решили купить шаурму в сырном лаваше, в момент решения не появилась другая Вселенная, где вы купили классическую. Не существует бесконечного количества Вселенных со всеми возможными исходами всех решений всех существовавших существ во Вселенной. Вселенные разделяются только когда речь идет об измерении квантовых систем, но, тем не менее, по словам Шона Кэрролла, все равно может существовать очень много параллельных квантовых Вселенных. Которые отделяются, например, когда распадается ядро атома, или вы не просто принимаете решение, а используете для его принятия квантовый генератор случайных чисел. Если эта интерпретация верна, чего мы, конечно, пока не знаем, то получается, одновременно существует огромное количество параллельных Вселенных с вашими копиями, чья судьба, возможно, пошла по иному пути. И это мультивселенная третьего уровня. Где находятся все эти Вселенные? Конечно, в Гильбертовом пространстве бесконечных размерностей. Но это, пожалуй, история для другого раза. Многомировая интерпретация вызывает много споров. В научном сообществе есть ее сторонники и противники. Но, безусловно, мысль интересная. И это возможность существования ваших копий на совсем другом уровне. Я до этого сказал, что по Максу Тагмарку есть четыре уровня мультивселенной. И последний, это уж совсем экстраординарный, идея Вселенных не просто в разных точках пространства, а имеющих принципиально другие законы физики, существующие за пределами пространства-времени. Вселенная без квантовых эффектов, Вселенная, где время идет рывками. Ну, в общем, дальше мы тут спекулировать не будем. Да, об этом всем очень интересно рассуждать. Некоторые из гипотез и теорий, о которых я сегодня говорил, принципиально можно проверить в эксперименте и дать какой-то более уверенный ответ. Можно сказать, что, по крайней мере, при условии того, что некоторые из допущений окажутся действительно верными, где-то во Вселенной, или другой Вселенной, или другой параллельной квантовой реальности, может существовать ваша точная копия. Но уверенно мы этого утверждать, конечно, не можем. Особенно если учесть, что мы даже пока не можем уверенно сказать, действительно ли Вселенная является бесконечной. Да, пришлось повозиться и поломать мозг с этим роликом, и, надеюсь, было интересно. Но если вам понравился этот ролик, вы знаете, как меня можно поддержать. Поставить лайк и оставить комментарий, чтобы это видео активнее рекомендовалось Ютубом и его увидело больше людей. И, конечно, спасибо всем, кто поддерживает меня на Патреоне, на Ютубе и всеми другими способами. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok